Не знаю, доживем ли мы до нового Егоды, Ежовщины и Бериевщины, но суды в коморках, на пеньках и в маршрутках уже недалекая перспектива. Нам ясно показывают, что нет смысла мелочиться и тратиться на формальности. Ставки сделаны, маски сброшены. Все только начинается. А пока промежуточные итоги. Во-первых, власть признала, что Навальный ей ровня. Десятки автозаков, сотни ОМОНовцев, перекрытые дороги, заблокированные аэропорты, перенесенные самолеты и даже закрытая Красная площадь. Кого попало, с такими караваями не встречают. Во-вторых, вот этим всем власть показала какую-то гомерическую, неправдоподобную трусость. Им там самим всем со вчерашнего вечера трусы постирать бы надо. Получилось просто как в кино. Образцово храбрый герой-одиночка против тьмы склизких вурдалаков. Чем больше бросалось сил на Навального, тем выше становился его пьедестал, тем глупее и жальче выглядели эти сотни безликих персонажей. До сих пор Навального не называли по имени, а теперь оказалось, что имя есть только у него, а напротив него толпа ноунеймов. В-третьих, теперь в международном масштабе Алексей Навальный официальная альтернатива Путину. Говорили же, что Путин плохой, но кто вместо него? Вот теперь титаническими усилиями чекистов, администрации и лично президента Навальный стал политиком мирового уровня и теневым лидером страны. В-четвертых, для самой страны мало что изменилось. Навальный не только опережает время, но и опережает уровень гражданского сознания подавляющего большинства из нас. Потому что подавляющему большинству просто все равно. Оно не за и не против, оно безразлично. Именно поэтому во Внуква приехали всего 2000 человек, а в Химках ждали приговоров всего пара сотен. Ни акций, ни пикетов, ничего по сути не произошло и дело не только в том, что в Москве очень холодно в эти дни. Именно благодаря такому безразличию и становится возможным все, что мы видим, вплоть до инсценировки суда в подсобке УВД. В-пятых, власть показалась, что вообще не понимает, что происходит. Она думает, что Навальный порождает проблемы. На самом деле, это проблемы породили Навального. Сейчас его сажают по той же схеме, по какой сажали Ходорковского. Пожизненный срок в рассрочку. 30 суток, потом и фраше, потом расхищение средств ФБК, потом оскорбление ветерана. И так без конца пока у власти Путин. Но вы увидите, что скоро на месте Навального возникнет кто-то другой. Навальный смелый лидер, но не радикал. А когда все гайки закрутят до предела, на сцену выйдут те, кому будет просто все равно. Отчаянные люди безо всяких тормозов. И вместо мирных митингов появятся подпольные радикальные ячейки. Чем это закончилось сто лет назад, вы знаете. Ну а пока отметим еще, что по делу об отравлении Навального нашли единственного виноватого. Это сам Навальный.